Девушки отдыхают Как правило, режиссера выбрать один фильм по своим днём И объяснить, почему именно сегодня, именно сейчас он выбрал для показа этот фильм И, соответственно, в жюри фестиваля «Послание к человеку» приехал голландский режиссер Густ Ванденберг Гульбийский, да Я прошу прощения Который, соответственно, чья ретроспектива фильма, в котором проходит тоже в рамках фестиваля «Послание к человеку» Я хочу представить вам Андрея Плахова, директора фестиваля «Послание к человеку» Который представит режиссера, который пришел обсудить с вами картину, которую вы посмотрели Добрый вечер Ну вот, такой необычный вечер получился, необычный эксперимент Вкратце расскажу историю, как бы наше взаимоотношение с Густом Мы познакомились на кинофестивале в городе Вильнюсе Вот мы оказались в одном жюри А до этого я уже посмотрел его фильмы Такую своего рода трилогию Которая вся показывается здесь у нас теперь на фестивале «Послание к человеку» Я сразу хочу вас пригласить на эти показы Которые будут, ну, в описании вы, наверное, найдете, да? Это все произойдет в ближайшие дни Три фильма «Маленький Иисус из Фландри», «Синяя птица» и «Рюцифер» Еще также будет показан фильм о съемках фильма «Синяя птица» Это сам по себе очень интересный фильм Который расширяет пространство этой трилогии Вот, крайне рекомендую Гост уже приезжал к нам на фестиваль В памяти Тарковского, город Плес, Иваново И вот теперь он здесь Чему я очень рад Потому что, мне кажется, это не только мое мнение Но и других людей, достаточно многих Которые смотрели его фильмы Что это один из самых интересных режиссеров Сегодняшнего кино в Европе И к тому же очень необычен в том смысле Что он необычен и по тем сюжетам, которые он разрабатывает И по тем культурным, глубоким и далеким контекстам К которым он включается в современное кино И также по форме И по поиске формы в современном кино Которые сегодня, по-моему, зашли в тупик Потому что, ну, уже все было пройдено И испробованы все форматы, все стили Все жанры кинематографические Кажется, уже ничего открыть нового невозможно Это уже идея летала в конце 20-го века Но сейчас, мне кажется Ну, это моя гипотеза Что как раз мы вступили в тот этап Когда уже после вот этого Как бы пресечения постмодернизма Снова возникло стремление к открытию чего-то нового И в этом смысле авторское творчество не умерло А продолжает развиваться И у него есть будущее Вот Густ, мне кажется, один из тех людей Которые усиляют веру в это будущее Вот, ну, надеюсь, я вас заинтересовал Таким кратким рассказом о его фильмах Ну, а вот то, что сегодня произойдет И уже происходит Возникло как раз по инициативе Густа Человека, который очень неплохо Ну, я почему это подчеркиваю Потому что чаще всего режиссеры Как бы аутично, так сказать, замкнуты В мире своего кино Или в крайнем случае каких-то режиссеров Которые близки им по стилистике Вот, ну, Густа смотрит много фильмов разных И находится в широком контексте современного кино тоже Тем не менее, я был удивлен Когда узнал, что он Очень удивляется поклонником фильма Сергея Овчарова Режиссеры, которые, по-моему, заслуживают Большей гораздо известности Действительно, это прекрасный режиссер Но, к сожалению, так сложилось Что он недостаточно широко известен Во всяком случае, за пределами России Да и здесь, в общем-то Они уже, честно говоря, подзабыли В последние годы он не снимает И вот эти фильмы как-то остались Таким странным островком В истории российского кино Вот это использование фольклора Совершенно необычный такой, в общем, какой-то Ренессансный блеск, который был в этих фильмах В 80-х годах Я помню, когда мы еще там Ну, как бы, воспринимали как достаточно молодого режиссера Тоже перспективного и ищущего Вот, но последние годы о нем не слышим Тем не менее, эти фильмы сделаны Они прекрасны Они остались в истории Они живут И вот Госта По его инициативе это произошло Он сказал, что он именно хотел бы Показать этот фильм здесь, в Петербурге И обсудить его с вами Но я не знаю точно, что он хочет Но думаю, что он предполагает Как-то использовать этот фильм Как по возле какого-то разговора Вообще о том, что происходит Это в кинематографе Он с точки зрения Да Вот Это очень сложно После Андрея что-то говорить Прежде всего, добрый вечер Я очень рад, чтобы быть здесь Я очень рад, чтобы видеть вас все И я очень рад, чтобы вам понравился этот фильм Или как я, когда я увидел его первую очередь Я надеялся, чтобы писать И я надеялся, чтобы вам понравился этот фильм И я надеялся, чтобы вам понравился этот фильм И я думаю, что это сделает Моя жизнь легче Во-первых, добрый вечер Спасибо всем, что нашли время и сегодня пришли Я надеюсь, что вам фильм понравился Настолько же, насколько он понравился мне Когда я видел его впервые К сожалению, я никаких заготовленных тезисов не принес Никакой лекции вам не прочитаю Хоть я и обещал это людям Внизующим фестиваль Но тут, конечно, есть много что обсуждать Я мог бы прочитать очень долгую лекцию Но лучше мы с вами во взаимодействии В форме вопросов и ответов Так в моей жизни станет проще Я могу добавить, что фильмы не только делают фильмы Или хотя бы хорошие Они очень активны в окружении И я также работаю как ученик В двух школах И это фильм, который я сейчас Редисковал в моей коллекции фильмов И я могу показать его также И также к моим студентам Потому что я думаю, что есть Есть какие-то элементы И важные, важные И важные Для молодых режиссеров Вы можете видеть, что это фильм Для молодых режиссеров Добавлю несколько слов Во-первых, режиссеры не только снимают фильмы По крайней мере, хорошие режиссеры И кроме того, что я сам снимаю фильмы Я еще преподаю в двух киношколах И недавно я заново для себя открыл этот фильм В своей коллекции И я думаю показать его также и своим студентам Потому что здесь есть вопросы Жизненной важности для молодых режиссеров И как вы могли почувствовать Этот фильм тоже был снят молодым режиссером И я не знаю Я не знаю ничего И не знаю Хист可能 историю русского фольклора Или искусства Или историях Кстати, что я сегодня не должен знать Чтобы послушать этот фильм И я знаю это from a totally neutral Western European point of view. But when we make films, when you make a film, there's several ways of doing it. And the essence is that you transform something. You take an element and you try to make it alive, and you pass that message on, and that can be a story, that can be an atmosphere, that can be so many different things, as film history taught us. But in this case, I think that this is one of these few films that definitely we indeed had in the 80s, where a new cinema was able to capture or transform the soul of a country, or of a story, or that they were looking for a soul. Actually, when you shoot a film, there are several ways to reach this way. And always talk about the transformation of something. You take an element and you try to do it. It may be an issue, it may be an atmosphere, it may be something else. And the story of a cinematographer is showing how many there are such possibilities. And this film, in my opinion, is one of the most remarkable examples of that in the 80s, a new cinematographer was trying to find the soul of a soul of a story, a soul of a country, and so on. You see this in French and Italian films, I think of the Taviani brothers or Pasolini also. But this is a very fantastic exception, indeed, in film history. There's no way to enter or to approach this film. There's no correct structure. There's a very strange face. And then again, it's always smiling. It's always welcoming us. And every shot is an invitation to smile or to laugh. And at the same time, it's not a free laughing, it's a laugh for the tears. And we see examples of that in French and Italian film, I don't know if it's Taviani or the film about Pasolini. And there's no right way to enter, there's no right way to enter, there's no right way to enter. Because every film has a strange face, and we see strange face, and they're always smiling, they're always smiling, and they're always smiling. And every shot allows us to smile. But it's not a free laugh, in some sense, we see the laugh and the tears at the same time. Maybe you wonder how I discovered this film? Может быть, вам интересно, откуда, где я нашел этот фильм? Может быть, вам интересно, I'm very fascinated with early cinema, maybe, to start with. There's the same vital energy, I think, in early films, from the beginning years, to, yeah, the really the sound from movies, the commercial films. And I was doing a research on movement and playing. What attracts me so much in these old films, I wondered, what is their, so, of a vital, uh, importance, that, that makes me go there? Like, it's a holy period in cinema, and something that disappeared afterwards. What is it that, that I have with these, uh, very early and old masters? Is it the time? Is it, maybe, the textures? Is it the stories? Is it the actors? The acting? Um, and it's, it was always hard to, to, to grasp it. And I came across then, to, 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 Вопрос о том, что же меня так привлекает в этих ранних фильмах, что придает им такую витальность и такую важность, почему я к ним отношусь как к какому-то священному периоду в истории кинематографа, и мне было интересно всегда, что же потом исчезло, что испарилось, может быть, это связано со временем, может быть, с текстурой, может быть, с самой историей, а может быть, с актерской игрой, вот этот вопрос меня интересует. And I came across, then, through these things, to Armenian cinema, Paratanoff, and the other living master, Peleshan, of course. Это был связь с которым я обнаружил этот фильм между Пелещаном и таким. Это называется движением. Возвращение, как то, 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 как то. И вскоре я потом обнаружил для себя армянский кинематограф Параджанова и Пелешьяна, и через них уже нашел потом, и этот фильм позднее. Но я обратил внимание на то, что здесь основная завороженность – это завороженность движением, как в самые первые годы существования кинематографа, когда людей еще поражал тот факт, что картинки могут двигаться. И поэтому там были перемотки, было разное взаимодействие с движением, так как можно представить себе, человек играет с какой-то игрушкой. В фильме было очень быстро, это очень молодой медиум, мы часто забыли его, но это было так быстро, что имя было очень тяжело, и после того, что это было тяжело для них, чтобы они были свободны от значения. И это, в основном, что танцы пытаются избежать его из собственной истории, и чтобы быть в будущем. И, как и старые фильмы, для меня, это, для меня, очень здорово, что, когда я смотрю, я чувствую, что я чувствую, и избежал от этого снова. Фильм, индустрия кинематографа развивалась очень быстро, мы об этом забываем, что это такой молодой медиум, и постепенно кинематограф и образы стали очень тяжелыми, им стало трудно двигаться так, чтобы при этом это не сопровождалось каким-то тяжелым смыслом. И, по идее, танцор делает то же самое, он старается освободиться и двигаться свободно, находясь полностью в настоящем моменте. И этот фильм, как и ранние фильмы, мне кажется, обладает вот этим особым настроением, особым свободным отношением к движению. Геуская Todo-Александр, который говорит мне новую жизнь в потенциале. Геуская, начальность для того, чтобы передать получается, что я считаю, что я хотел бы получить лучшую роль, и, в кем-каноде, что я считаю, что я считаю, что, мне кажется, это недавно, и что мы не видим в кино, и, особенно, с молодыми людьми, я хочу, я думаю, это хороший фильм, чтобы в передачи. Гениальность здесь определенно в простоте, потому что можно, конечно, решить сделать такой освобождающий, свободный фильм, но при этом в итоге получится что-то другое. А здесь мы видим действительно легкость, видим игру, и здесь поймано какое-то такое лицо кинематографа, которого мы, к сожалению, сейчас видим недостаточно. И здесь я вижу, насколько удачно удалось передать какое-то наслаждение и радость, которую может давать кино. Но каждое время, когда этот человек говорит, я появлюсь новые вещи, и я думаю, что это хорошо, что вы тоже спросите мне. Да, если у вас есть вопросы... Пока он переводит, я все время успеваю придумать что-то новое, поэтому давайте ваши вопросы. Уже есть вопросы, конечно, я вижу, пожалуйста. У меня есть два вопроса для вас. Первая, если мы говорим о современном кино, о современных направлениях режиссеров и так далее, с которыми вы присоединяете себя. Например, вы очень молодой режиссер. И, во-первых, в моем мнении, есть Эльберт Сера, например, как режиссер, и с которыми вы присоединяете себя. И так далее. И вторая вопрос. Вы говорили нам много концептов в этих фильмах, но какие-то личные вещи, которые вы можете описать в этих фильмах, в таких сложных концепциях, как движение в кино и так далее. И так далее. Так, есть два вопроса. Спасибо. Для нашей русскоязычной аудитории я переведу вопросы. Первый, с кем вы можете себя проассоциировать среди современных режиссеров и кто вас вдохновляет. Второй вопрос, вы пользуетесь здесь более абстрактными концепциями как движения, но что вас лично задрагивает в этом фильме? И теперь, вы можете ответить. Да, вы можете ответить. Да, вы можете ответить, пожалуйста. Сера. Я не знаю Сера в личности. Но это интересный случай с Эльберт Сера. Потому что, когда я сделал моего первого фильма, я работал... Это было моего учебного фильма в школе. Поэтому я работал очень долго. И, я думаю, я его снимал... В любом случае, это не важно. Когда он вышел, это было месяц после того, что он вышел его первый фильм. И, конечно, это было, когда люди выделили много параллель. Но мы снимали фильм в то же время. Что касается Альберта Сера, я лично с ним не знаком. И довольно любопытный факт, что первый выпускной фильм, я его снимал одновременно с тем, как он снимал свой фильм. И мы занимались с ним параллельно. Интересно, что мы были, в некоторых частях, в одном мире. Не только визуально, но и тематически. Мы делали фильм о тренингах в Спании. И я делал фильм о тренингах в Фландарии. Нет, даже есть очень хорошие детали. Я использовал челло музыку на фильме. Я использовал только граммофорную музыку, потому что они были свободны. И это музыка из Пабло Кассал. Это каталанский челло-плеер. И это называется из Пабло Кассал. Есть еще один любопытный момент, который состоит в том, что мы определенно находимся в какой-то одной вселенной, в том, что касается визуального измерения и тематики. Потому что он, например, снимал фильм «Черно-белый» про трех каталанских королей. В то же время я снимал цветной фильм про трех фламандских королей. И тоже еще я использовал музыку для виолончели. И так как денег у меня было очень мало, я использовал только граммофонные записи, потому что они в свободном доступе, и не нужно платить авторские отчисления. И я использовал музыку Пабло Кассал, который является известным каталонским виолончелистом. И название этого музыкального произведения, которое я использовал, то же самое, что и название его фильма. Так случайно оказалось. Можно уточнить этот момент? Перебойте. Дело в том, что «Три короля» это такой фольклорный праздник тоже. То есть это не три фламандских или ракийских короля, это как раз три короля, история такая. На самом деле меланхолий триер тоже про трех королей. Это старый средневековый праздник, и он празднуется и в каталонские ракии, и в кастре. 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 Спасибо. Да, я отношусь к нему. И он любит, он любит, он любит, он любит, и я любит танцевать. Это тоже. В кастре с нами существует какая-то связь, но его больше завораживают спящие люди, а мне нравится танцующие. И вторая вопрос. В этом фильме, это вообще, посмотрите на вашу вопрос. Во-первых, что люди танцуют так свободно, и так не комплексно, я думаю, что это фантастично. И я сказал себе, что в каждом фильме только один танцующий сценарий. Переходим к вашему второму вопросу, естественным таким образом. Здесь есть логическая связка. В этом фильме, что мне лично нравится, это то, что в нем все танцуют. И танцуют свободно, без комплексов. И вообще, я себе пообещал, в каждом фильме делать хотя бы одну сцену с танцем. И также, этот фильм мне очень надевает, потому что его дефолты. Это человеческий фильм, потому что он полный ошибок. Это полный мир, это полный... Это полный оценок, что не импорфекты. Это так. Это операция, которую у нас тоже, по сути, Я думаю, что мы с Kurtz一樣. Это полная сеть, это полная сетка, envаянуть и величинство. Это полная сетка, это полная сферы, в которой имна мать далеко. Поудившись, это peak, для того, это категория. Но мы не сможем whichим самим 새цом, И для меня этот фильм дала мне много надежды в его дефолтах, в его дальнейшем. И этот фильм дает мне надежду, в том смысле, что в своих несовершенствах он все равно прекрасен. Я видел только последнюю часть фильма, но мне очень понравился момент с молотом и наковальней, где заходят старики, а выходят младенцы. И потом нам показывают, что это фокус, а потом в следующий раз оказывается, что это уже не фокус. Мне кажется, это связано с этим аспектом фокусничества в режиссуре, где мы знаем, что это не по-настоящему и в то же время в это верим. Прошу вас. Спасибо. Вы отметили, что тут свободное движение. Мне хотелось бы узнать ваше отношение к тексту, о том, о чем говорят. И там это очень важно. Но дело в том, что вообще фольклор, народная мифология, она обычно вообще очень трудная для перевода. Вот как вы к этому относитесь? И еще я хотел бы отметить, вот я последний раз смотрел фильм «Советские времена», очень давно, поэтому спасибо. Там, ну, буквально, как сейчас выражают цитаты, вот это военное нашествие, это цитаты из Александра Невского, написали на Чудском озере «Севтонскими рыцарями». Просто такая… То есть это же не только народная мифология, а уже как бы некая проекция в режиссуре. Так что вы сказали, что эти три движения, которые вы любите, в фильме, и также выражают тексты, и это вообще интро, и в этот смысле фольклорических текстов, это очень трудно переводить, так что вы думаете о том, что это? И еще один вопрос. В последнее время я видел фильм «Советские времена», так что спасибо вам, что вы показываете это снова. И еще раз, что это «Милитарная война», это был в другом фильме, «Александр Невский», и «Потбетл» в «Тутоник». И вот, что вы думаете о том? Первое, о языке, это очень сложно. Я не говорю русский, и я, конечно, видел, что «Пират» копию фильма, и я уверен, что его название даже не переводится, как я спросил вам. в прошлой ночи. В том, что касается языка, действительно, это сложно. Я не говорю по-русски, и смотрел плохую пиратскую копию фильма, и в общем даже название не переводимо, как выяснили со мной вчера. Но мне при этом кажется еще, что язык в этом фильме представлен и на каком-то другом уровне, в том смысле, что его можно смотреть без субтитров и все равно понять историю. В самом деле, я сделаю свой вопрос. В прошлый день в пресс-конференции кто-то спросил мне что-то о будущем кино. Это очень тяжелая вопрос. И, конечно, я думаю об этом. Но больше и больше я чувствую, что мы имеем в обязательство чтобы переводить истории. Не только рассказать, но и переводить их, а также переводить их. И переводить их. Да. 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 Я тоже рад, что эта история уже переводится и происходит назад и впервые. Я думаю, что это основание культуры. Вчера на пресс-конференции мне задали вопрос о будущем кинематографа. Это был такой сложный вопрос. И я думаю, что да, конечно, действительно у нас есть ответственность снимать фильмы, но кроме прочего, кроме того, чтобы рассказывать истории, есть еще задача по их переводу или потому, чтобы их продолжать доносить, чтобы они шли дальше. И в этом смысле я рад, что сейчас мы видим какой-то момент перевода, в том смысле, что это и есть культура, да, когда одно послание ходит туда-сюда. Спасибо. Можно я задам вопрос? Собственно, когда мы все были крайне действительно удивлены и поражены и обрадованы вашим выбором, когда, собственно, мы предложили вам выбрать любой фильм для показа и обсуждения здесь, во фестивале, но… Потому что действительно сказать, что этот фильм мало кто смотрел и в России, кроме специалистов, ну немало, ну не очень-очень мало, но вообще мало, вот. Ничего не сказать, тем более было это удивительное и такой привет. Но хочется узнать, из чего был ваш выбор, так сказать, было ли он из какого-то количества фильмов. И, может быть, есть у вас еще такие, поскольку это часть такого скрытой истории кинематографа, на самом деле почти абсолютно никому не известная, да, может быть, у вас есть такие же, такие припрятанные фильмы, которые вы могли бы еще показывать в киношколе или, так сказать, могли бы рекомендовать или показывать. Ну, это было бы, я думаю. Это судьба. Один из переводчиков получил уроки на фортепиано у жены. Один из переводчиков брал уроки игры на фортепиано у жены. А, у жены режиссера. Нет, я не знаю. Есть много, что я бы хотел рассказать. Может быть, еще один фильм. Это сведеский фильм. Кирилл Греде. Это известный фильм. «Хюго и Йозефин». Это сведеский фильм. Я не могу сказать. Это Кирилл Греде. Это режиссера из Свеции. Он из 1963. И это «Хюго и Йозефин». В сведеском «Ох, Йозефин». Это красивый фильм о девушке. И она сделает друг друга. «Ох, Йозефин» или «Хюго и Йозефин». Это тоже нервно? Да. Может быть, вы знаете шведский фильм. Кирилл Греде. 63-й год. «Хюго и Йозефин». О девушке, которая заводит друга. Да, пожалуйста, еще вопрос. Я спросил вас очень лично. Вы действительно думаете, что если нет вашего имена, и если нет шоу, и так далее, вы действительно думаете, что будет много людей, которые будут читать все сложные концепты в этом фильме, которые вы говорите о том, или вы думаете, что это будет просто русский комедий, или комедий, или что-то такое, то никто не будет понимать, почему вы выбрали это, и почему это так контроверзированное выбрание этой фотографии. Я спрашиваю у вас именно лично, вот если бы не было вашего имени, не было бы сегодняшнего кинопоказа, как вы думаете, увидели бы люди все эти сложные концепции в этом фильме, о которых вы говорите, или он бы остался прочитан как некая комедия, в которой ничем особо не примечательна, и остался бы он не понят или нет? Действительно, я не думаю, что все люди должны видеть это, или будут видеть это. И это не так, что я не могу ответить, но это очень интересно, что это фильм, из-за мужчин, который я не знаю, из-за того, что я не знаю, из-за того, из-за того, как я родился. Это из-за другого мира, и еще, через трансляции, через все технические вещи, которые я не знал, после того, что я не знал, в моей доме, это фильм открыли эти вопросы. И я думаю, что там, это важный момент, из-за того, что у вас есть возможность передать вопросы через время. И, в самом деле, мы должны их сохранить, чтобы передать, вместо того, чтобы передать их литерал. так часто, когда есть секрет в фильме, как этот, для меня, это, когда я смотрю, этот мистерий приходит в жизнь, и я задаю себе эту вопрос, не в фильме. Так... Позвольте, подождите. Вообще, я не считаю, что всем следует обязательно этот фильм смотреть, и что все его посмотрят, и вообще ответов предназначенных у меня нет. Но, вообще интересно, что этот фильм был снят человеком, которого я не знаю вместе, который мне не знакомый в годы до моего рождения, вообще в другом мире. Но, при этом, что весь этот процесс перевода, весь этот процесс переноса, и все, как бы, техническая жизнь этого фильма до того, как он оказался у меня дома, все это произошло, тем не менее. Вы затрагиваете жизненно важный вопрос в том плане, что одна из основных функций искусства, и культуры, точнее, это, как бы, проносить вопросы через время. И для того, чтобы это делать, мы должны их, наоборот, прятать, а не делать все буквально. когда я вижу фильм какой-то, я чувствую в нем секрет, то я сам задаюсь каким-то вопросом. Не фильм мне его задает, а я делаю это сам. Когда ты делаешь фильм, или художник, или что-то, ты делаешь в определенный дейлий контекст, но, в лучшем случае, ты живешь в мире, который постоянно меняется. Таким образом, ты можешь сделать два решения, или сделать что-то, что ты знаешь, может быть, может быть, сегодня, и у тебя есть место, и, может быть, не уйдет, или, вы пытаетесь создать кусочек дейлий, который преодолевает, и, может быть, изменит в смысле, и изменит в течение, и изменит в течение, изменит в течение. И когда снимаешь фильм, или, не знаю, пишешь картину, то ты все равно существуешь в повседневном контексте, а мир постоянно меняется, и, следовательно, есть два варианта. Это либо попытаться создать что-то, что будет соответствовать сегодняшнему контексту, встроиться, найдет себе место, и потом, может быть, раствориться, или, наоборот, попытаться сделать что-то, что переживет свое время, и, может быть, вместе со временем будет менять значение, и, может быть, может быть, вы посмотрите на фильм как русская комедия, и я посмотрю на фильм как модернский фэритейн. Нет, конечно, я посмотрю на это как важное и сильное, потому что вы как медиатор от меня для этого фильма. Конечно, я знаю о твоих фильмах, и так далее, и для меня это не так easy просто для русской комедии. Это сложно для меня как только как я не знаю, как я не знаю, как я не знаю, как я не знаю, не знаю, как я это очень трудно для куритива как в вилл в вилл Реакция на предыдущее высказывание была, что, может быть, вы воспринимаете этот фильм как русскую комедию, для меня это модернистская сказка. И если вы хотите, чтобы все участвовали в дискуссии, давайте из аудитории говорить по-русски. Хорошо? Спасибо. Кто еще? Желаю сказать по-русски или как у меня по другому языке. Давай, самый активный ряд. Вот то, что вы сказали, что фильм, не фильм задает вопросы, а вы сами себе задаете вопросы. Это как бы предполагает новый тип коммуникации и восприятия фильма. И это какой-то комментарий. Когда вы говорите, что фильм делает вас задавать вопросы, то это не новый тип коммуникации, новый тип перспектива, что это не как фильм задает вопросы, но смотрит, если вы задаете вопросы. Я не хочу идти слишком глубже, потому что это тоже лично. И я не могу сказать кому-то, чтобы посмотреть на что-то. Но если я, например, посмотрю на пакет о Валайк, это все старое. И я посмотрю на это с моими способами, чтобы посмотреть на то, что я имею в виду. В общем, это такой личный момент, я никому не могу говорить о том, как надо смотреть на вещи. Например, если я лично смотрю на картину Ван Эйка, это такая старая живопись, то я понимаю, что я смотрю на нее, используя инструменты своего времени. И, может быть, это такой романтический взгляд, но я не думаю, что это романтический взгляд. Как раз мы используем те инструменты, которые нам даны в наше время. Не знаю, ответил ли я на вашу вопрос? Можно? Вот в предыдущем вопросе было прекрасное утверждение о том, что взгляд на это, как на русско-народный кино, и взгляд густо, создает какую-то контрадикцию. Но мне, во-первых, то есть это вопрос к вопросу, такой потендернический вопрос. Хочет выгнать, что это за контрадикция, есть ли она, и в чем она состоит. Потому что действительно чувства очень странные, когда тебе режиссер из Бельгии показывает твое очень родное русское кино. Но при этом, поскольку я видела все три фильма густо, то я понимаю очень хорошо, почему, как мне кажется, фильм здесь показан. И вопрос, на самом деле, не в этом, а только лишь, я вот припоминаю, что кажется, вы брали какую-то русскую музыку еще в каком-то своем фильме. Да, да. Вот, можно при этом сказать, в коротком. В последнее вопросе, есть два перспектива, как это фильм, как русская камера, или, как вы видите, так как вы говорили, что модернисты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И я нашел, потому что у меня есть хорошая способа найти вещи онлайн, я нашел его туристские CD, и один из этих CD became the soundtrack of Bluebird. Он никогда не композил для меня. Так, это музыка человека с фамилией Жигарев, который, насколько я понимаю, священник, и он изобрел еще в советское время такой инструмент, если я правильно понимаю, такие медные рамы, на которых каким-то образом играют. И денег у них особо не было, они его не запатентовали, поэтому теперь все пользуются его изобретением, и вот он на своих службах в церкви использует этот инструмент. Я никогда его не видел, нашел его на YouTube, и потом, я умею хорошо искать в интернете, нашел какие-то туристические CD, и так эта музыка стала саундтреком к моему фильму, но не специально для меня он ничего не писал. Это просто для клубного менстру, и потом я закончил. Я думаю, что каждая церкви мы имеем в связи с другом, которые кладут на томах другого, и они будут божен в другом и похожи на другом. Я думаю, это просто человеческая природа, что мы делаем на том, что все многое разрушены, что все многое преимущеительно меняются, что все пересеры. То есть, единственное, что мы можем сделать, это дать цену. И, конечно, у меня есть другой точки зрения, чем у тебя, но это цену. Хочу сказать несколько слов о культурном перемешивании. Мне кажется, что каждая церковь построена на руинах предыдущей церкви, а та была построена на чьих-нибудь могилах, а потом на месте ныне существующей будет построена еще одна и так далее. В том смысле, что это человеческая природа, что вещи друг с другом перемешиваются, что они постепенно наслаиваются друг на друга, меняют свое значение, оборачивают свое значение. И все, что мы можем сделать, это оценить этот смысл, оценить это значение. И вот ваша точка зрения от моей отличается, но они равноценны. Спасибо. Я хочу... У вас вопрос? Ну, в общем, да. Ну, давайте последний вопрос, потом подведем небольшие итоги. Наши встречи. Глядя на этот фильм, я был очень удивлен, что его выбрал, так сказать, человек, не знающий русского языка. И мы, наверное, должны быть благодарны, поскольку этот фильм... Вот мне... Во-первых, какое-то воспоминание детства, это те сказки, которые были раньше. Современная молодежь, наверное, этого сейчас не понимает до конца. Поскольку они читают другие совсем сказки. Вот. И в этом фильме, по-моему, не главное все-таки... Это не те визуальные образы танца и все прочее, а скорее вот тот русский фольклор, который, в общем-то, он уходит от нас. И здесь он отражен не полностью. Ну вот, я просто вспоминаю это, и я очень благодарен еще раз хочу сказать. Я бы хотел сказать три из них. Мы им дарим Сергея Вчарова, потому что он снял этот фильм. Давайте ему дарим. Аплодисменты. Я хочу еще сказать несколько слов, поскольку... Не знаю, удастся ли многим из вас посмотреть фильмы Густа, но тем не менее призываю вас сделать все возможное для этого, потому что... После этого это будет сделать гораздо сложнее, скажем так. Я не говорю, что тут нельзя, а совсем не сложнее. Дело в том, что... Вот то, что вы сказали, что фольклор умирает, или фольклорная традиция в России, это говорили еще и тогда, когда Павчаров снимал свое кино. Он тоже был тогда, в общем, какой-то белой вороной, что ли, или какой-то в стадии. Хотя, еще в середине прошлого века в нашей стране существовала школа фольклорного кино. Причем она развивалась в разных республиках. И один из примеров этого Параджана, потому что, фактически, Параджана был отцом этой фольклорной школы и на Украине, и в Армении, и даже в какой-то степени в Грузии влиял на это все. То, что Густ обращается сейчас к этим традициям, к этим пластам культуры, очень интересно. Дело в том, что он ведь из Бельгии, родом именно из сломандской части Бельгии. Сейчас, естественно, Бельгия, как во всем глобализированном мире, фольклор тоже отмирает и становится архаичным каким-то явлением, маловостребуемым в массах, но, с другой стороны, происходит и противодействие этому процессу. Он возрождается в каких-то совершенно неожиданных формах. Есть такое явление под названием «Фламандская весна». Я считаю, что Густ, собственно говоря, он, по-моему, так считает, именно примыкает к этому движению. Но это как бы не есть движение, это некое такое движение, это абсолютно стихийное, но оно очень ярко проявляется и в театре. Напомните мне имя режиссера, который сейчас гремит по всему миру со своими 24 часами спектаклями. Павер. Вот. И фильмы Агусто, они абсолютно другие, но, тем не менее, они тоже имеют к этому прямое отношение. Но, когда мы говорим «Фламандская весна», вот когда мы смотрим первый фильм «Маленький Иисус из Фландрии», то там, конечно, понятно, что это действительно связано с традициями его родной культуры. Когда мы смотрим его следующий фильм «Сенья птица», мы начинаем поражаться, потому что берется пьеса «Метерлинка», модернистская пьеса, бельгийская, переносится в центральную Африку, где происходят съемки. Именно там он снимался с чернокожими, непрофессиональными, конечно, актерами, жителями одной деревни. И там происходили удивительные события, которые отражены вот в этом фильме о фильме, очень интересном, не менее интересном, чем сам фильм. Вот, что произошло с мусор на этих съемках. И потом он снимает «Люсифера» в Мексике. В Мексике. В круговом формате. В формате вот такой какой-то миниатюры, имеющей отношение тоже к живописным традициям, и в то же время к экспериментированию над форматами такого суперсовременного кино. То есть тут все как-то сходится в этих его поисках. Это очень интересно. Это абсолютно, мне кажется, отдельное какое-то явление с одной стороны, а с другой стороны оно вплетается в некий большой контекст. Поэтому мы очень рады, что Boost здесь имеет возможность еще один такой культурный мостик проложить, в данном случае, картину питерского кинематографа. Спасибо.